Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Epic 2011 года выпуска 2 литра автомат. На этом автомобиле сегодня заменим заднюю левую цапку. Застучал нижний сайлентблок, но сайлентблок я на тот момент, когда заказал запчасть, сайлентблоком номера я не знал, потому что один из подписчиков в комментариях мне дал номер этого сайлентблока, где он его нашел, я не знаю, но за что отдельная благодарность ему. Номер есть в комментариях, поэтому кому если понадобится заменить нижний сайлентблок в цапке, можно его поменять отдельно, не заказывая цапфы. Ну а я заказал цапку, заказал не оригинальную доминант, правая у меня уже такая стоит, я ее менял на 100 тысячах пробега, также застучал нижний сайлентблок. Пробежал я уже на ней почти 40 тысяч, там обычные сайлентблоки стоят, не подвижные. Все работает, все нормально. Для этого сейчас поднимаю автомобиль и снимаю заднее левое колесо. Поднимаю. Поднял я автомобиль и хочу вам показать. Вот правая сторона здесь цапфа доминант стоит. И вот сейчас я ее пошатаю. Никаких стуков нету. А вот это еще родная цапфа стоит. Сейчас я ее покачаю. Вот так вот стучит сайлентблок. Вот именно вот этот стучит. Насколько мне информацию давали, вот этот и вот этот, они одинаковые сайлентблоки, и тот, и тот подвижной. То есть нет, вот этот и вот этот, вот эти подвижные сайлентблоки, этот обычный резиновый сайлентблок. Ну и здесь сайлентблок на стойку, он тоже резиновый. Ну вот, вот так он себя ведет. А на дороге такое впечатление, что подвеска вся разбита сзади. Снимаем колесо. Колесо открутил, снимаем. Уже без колеса не то усилие, уже не так чувствуется, но хотя все равно слышно. Так, откручиваем шаровую верхнюю гайку. Откручиваем болт на стойку амортизатора, откручиваем суппорт в сборе. Дальше мы снимем тормозной барабан, потому что нам надо будет снимать подшипник, выбивать его придется. И снимаем стойку стабилизатора, откручиваем. Стойка стабилизатора сзади также ключиком на 17 можно держать. Вот я резьбу почистил, метку крутил. Стойки здесь уже сетьверовские стоят, я их также на 100 тысяч пробега менял, хотя когда я их менял, они были живые. Заменил стойки и заменил втулки стабилизатора. Так, что? Откручиваем вверху гайку на шаровый. Гайка здесь тоже на 17. до конца я пока не откручиваю. откручиваем. Вот эти два болта они похожи на 15. Да? Не на 15. не на 15. Субтитры сделал DimaTorzok А вот этот у нас болт на 19 Его тоже откручиваем Снимаем разъем датчика ABS Вон наступится вот здесь защёлка Её отжимаем и снимаем Откручиваем вот этот болт тоже Он на 17 Открутил я суппорт Пока ещё его не убирал Открутил нижние болты Их не вытаскивал Они кстати очень сильно прирыжавели Скрипели так что Будь здоров Пришлось гонять их туда-сюда Амортизатор вверху больше всего Приржавел болт Вот этот вот Сейчас мы откручиваем вот этих 4 болта Головка здесь на 14 На амортизаторе болт на 18 Для чего мы этих 4 болта откручиваем Эти болты держат ступицу нашу заднюю Снимаем Немного Немного Паран Круто Объем Рус Паран Возвучай Суппорт я подвяжу, чтобы он не висел, не болтался. Теперь откручиваем тормозной диск. Так, ну что, сойдешь-то не сойдешь у нас. Все, расшевелился. Ну, колодки ручного тормоза живые, подшипник тоже живой. Берем, откручиваем задние болты, потом берем обратный молоток, сейчас пока болты откручиваем. Прикрутил я молоток и берем, теперь аккуратненько взбиваем. Используясь. Субтитры сделал DimaTorzok Я кончуясь. До сих пор BÜNDNIS 90-лторы. Прикрутил ягодки, после таких какого-то появился. Прикрутил на шансе. Готово. Субтитры делал медленным. вот все вот такая вот штука а мы даже открыт вытаскивать не будем отцеплять от щита мы сейчас ее подвяжем здесь вот видите коррозия все прихватило посадочное небольшое но все прихватило сейчас я пока вставлю на место и 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 Стол снизу на стол положил. Снимаем болты. Снимаем. 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 Ну что. Все. Цапор в данный момент у нас держится только на шаровой опоре на верхнем рычаге. Вот она вся у нас движется. Берем молоток и два-три удара. Я думаю что она у нас отойдет. Попробуй. Главное по крылу не попасться. Шаровая живая. Силентблоки не хрустят. Но эта сторона целая. Вот она беда эпика водов. Вот эти вот силентблоки. Разбит вот конкретно вот этот. А он сухой внутри. Он даже хрустит. Ну что. Берем. Новую цапку. Как я и говорил фирмы Доминант. Номер идет ее именно с буквами. Она идет GM. 966 30 97 40. Здесь написано Opel. На какой Opel она шла. Я даже не знаю. Здесь не написано. просто Opel. Товар сертифицирован. Написано. Здесь вот даже на ней. Номер есть. Вон Доминант написано. И вот. Про силентблоки. Видите. Здесь обычные резиновые силентблоки. Все. Ну. Ничего. Не изобретаем. Берем. И вешаем ее на шаровый упор. Наживил. Теперь. Смазываю. Почистил немножко. Смазываю болт. Амортизатором. И. Подела ее на амортизатор. Субтитры сделал DimaTorzok Пока только наживляю все Также эти болты смазываю тоже Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Наживил все крепления. Теперь смазываю стойку стабилизатора. Тоже наживил. Смазываю посадочными. Ну что, одеваем ступицу. Вообще грязи нет, зашла идеально. Наживляю. Все, я ее наживил. Все крепления я наживил. Теперь я беру, протягиваю. Все, все крепления я протянул. Осталось нам поставить тормозной диск и суппорт. Чистим посадочное. Брызгаем его. И стоим. Сильно подтягивать не буду, маленечко подтяну. Это колодочки ручного тормоза пыль. Так, одеваем. Супер. И закручиваем его. Болты здесь с головкой на 15. Одеваем разъем АБС. Заправляем резиночку и защелкиваем. Затягиваем суппорт. Суппорт затянул. Шаровую затянул. Стойку стабилизатора затянул. Амортизатор затянул. Снизу три крепления затянул. Разъем на АБС поставил. Тормозной диск подтянул. Устанавливаем колесо. На этом все. Замену задней цапы мы закончили. Прокачусь. А, не прокачусь. Я сейчас затяну колесо и покажу. Звука не будет, стука. Колесо я подтянул. Это колодочки. Это ничего страшного. Ох. Не так, не так. Стука нет. Вот что и требовалось мне получить. А вот на этом теперь все. Всего вам доброго.